И вот что можно никогда не сдаваться, ну, дорогой Мармихал И вот мы вот здесь, итак, прошу прощения, это моя вина, просто я немножко увлекся, бывает, когда особо ангажирование не бывает Итак, очень разнообразная клиническая картина, еще раз простите меня, очень разнообразная клиническая картина этого заболевания И когда мы разговариваем о местном распространенном раке, об отточке пешки, она может быть настолько неожиданная и настолько разнообразная Я постараюсь показать мои клинические примеры Кроме этого, безусловно, подавляющая большинство этих пациентов на самом деле урабельные операции Но мне приходилось ни разу, я думаю, те мои коллеги, которые занимаются этой проблемой часто, нам очень часто делают Приходится оперировать больных после эксплуатативных операций И таких больных вы тоже увидите, как видите себя в сегодняшних клинических примерах И кроме этого, безусловно, общее состояние, что еще характеризует эту проблему, общее состояние этих пациентов В случае удачного хирургического лечения, оно заметно улучшается в достаточно короткие сроки Так, я перехожу быстрее на клинические примеры И начну с ситуации, которая была совсем недавно Это пациент, который пришел с такой вот радиологической картинкой к нам Большая опухоль, посредящая ободочные пешки Но с достаточно плотным принадлежанием ко всем структурам вокруг В 12-мерстке кишки, в желудочной железе, паранефрию Тем не менее, для этого у пациента достаточно антарктическая картинка наблюдалась То есть больной пришел к нам в жалобу на лихорадку в течение двух месяцев На расстраивающую слабость, паркливость Безусловно, ну, какое-то время его немножечко, так сказать, в кавычках консервативно полечили Затем он лечился в инфекционистов-гематологов, потому что была анемия Пока не разобрали, что это фоксикоаномический синдром, прошло время Дальше было несколько пованоскопий Несколько, как мы так, верифицировали больного Ну, и когда он впервые обратился ко мне, уже через полтора месяца после того, как все началось Вольной сбросил около 15 килограмм Безусловно, верификации, как таковой, не было В общем, ну, надо было капитировать Честно, ну, немножечко меня эта картина клиническая вводила в определенное смятение Как вы видите, ну, у нас, правда, достаточно большая опухоль ободочной кишки, которая плотно привяжет к абсолютно ко всем структурам вокруг Тем не менее, она не выходит за пределы эмбриональных слоев Вот вы видите перевязанное, да, и вот в прыжейке уже поперечная ободочная кишки Вы видите, как бы, черный опухолевый узел И кроме этого, таких вот опухолевых узлов было достаточно много вокруг Ну, мы, безусловно, выполнили стандартный объем В этой ситуации поражена прыжейка поперечной ободочной кишки В том числе в восходящей кишке опухоль Была выполнена расширенная правосторонняя гемоколитомия Вот вы видите отвязанные сосуды или околики Это прыжейочная вена, да, двенадцатиперстная кишка И головка поджелудочной железы Тем не менее, в головке поджелудочной железе Прям в нее были Немножко врастали вот эти вот полианты вдоль узлы Высокая перевязка питающих сосудов Кроме этого, мы выполнили атипичную резервцию поджелудочной железы Потому что вдоль гастродональных сосудов были действительны узлы И, ну, это стандартный, как бы, операционный вид Прыжейочная артерия с отвязанными сосудами Прыжейочная вена, прошу прощения, с отвязанными сосудами Питающими правой фланг поперечной ободочной кишки Это достаточно редкое наблюдение Я видел совсем мало больных с первичной гемономией Желудочно-кишечного тракта, например Вот, или, ну, сейчас вы увидите препарат Здесь, как бы, сомнений быть не должно И, мне кажется, реинфицировать можно было и раньше Планома кишки Совсем очень много наблюдений Я, как бы, первый раз это увидел Так что, видите, вот, казалось бы, рак Мы идем на рак, а, опять же, может конспироваться Совсем другое заболевание Как правило, если мы разговариваем об этой зоне Часто больные обращались именно вот с такими жалобами У этой больной не было ничего как-то естественного особенного Болевой синдром нарастал долго Затем постепенно начало развиваться Начали развиваться уже явления непроходимости Задержки гиппекации Тоже похудела серьезно Эта больная Ее, кавычка, консервативное лечение заключалось в том Потому что она просто не обращалась в врачах И нариновала, лечилась Сама занималась самолечением Ну и, в общем, когда уже нарастла сладость Растала непроходимость Появился черный скул Она пришла к нам Радиологически Огромная опухоль Бельчоночного исклиба С переходом на преддоверечную ободочную кишку С врастанием в переднюю брюшную стенку Инфетрацией Инфетрацией Желудка Немножечко подрастает Фестеральной поверхности Левой боли печени Кроме этого Поражена брыжейка Толовой кишки Причем, настолько поражена брыжейка Толовой кишки Пришлось планировать почти все повздошно Тем не менее, сосуды магистральные Достаточно хорошо видны Так что в этом плане Как-то ограничений не было Буквально была выполнена операция Вот вы видите Непосредственно Первичный опухоль Срастание Во все вокруг Инфетрацией Фактически То, что нам сказали Радиолог Полописка Пала Вот вы видите Конфетрация Здесь уже Ну Выполнена Мобилизация Расширенная Правосторонняя Кимикола Томи В итоге Была выполнена До третьей секции Вот такой вот Большой конгломерат И окончательные Вибраны Оголены Прыженщина Прыженщина Вен И фактически Удалена вся Повздошная Пешка Резекция Желудка Выполнена По большой Кривизне Которую Этитрировала Резекция Резекция Повздал Встречи Со мной Входила Одного Врача Другого Врача У него Появилась Некая Препупость В округе В пупках Которая Была Зажировение Далее У Вадима Была Мика А потом Наркогематургия Уролог Ну подумал Что это Какие-то Проявления Урологических Проблем Поэтому Назначил ему Узипочек Который Пациент Сделал В общем Затем Пациент В итоге К нам Он пришел С выражением Шагнической Картины Токсихономический Синдром Токсихономический Очень серьезно Похуде Боли Ну да Это было, как и поберечь на кишки. Но та картина, которую вы видите радиологически, ну, в обходе, 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 безусловно, некоторые анатомические особенности данного больного, а именно его гастротос, способствовал подобному распространению опухоли. Тем не менее, мне кажется, очень особенное наблюдение. Ну и также, безусловно, инфитерия крыжей, это полк и кишки, и сама обрастание в саму пешку, в тонкую, ну, безусловно затеянной хирургической нему, критико-социально-связь, и хопопа практически начинается от кожи, и ее границы практически уже с позвоночной пластцей. Так, вот с чего уже начинается наша операция, пожалуйста, хопоп, например, на обрастовую крюшину и стену, где же жилопада. Внизу вы видите свой пузырь, истинное врастание в него, врастание вот большой сальник, ну, и непосредственно уже петли по пешки и в жилопаду. Да, мы оберели первое этого больного. Я все время думал о том, что если бы на моем месте был Сергей Викторович Байдо, он безусловно выиграючи его сферировал, а проскотически, потому что, на самом деле, несмотря на такое распространение больной был очень удобным для операции, и порой бывает, что несмотря на распространенность, никакой юридической контроли, таких больных нет. Сприн локализовано жестко-социально, что, в принципе, это сделано в процессе. Но если бы на моем месте был Сергей Викторович, то эта операция бы, наверное, заняла достойное место в его коллекции. Ну, мы пока не обладаем вот такими способностями и возможностями, не знаю, будем ли когда-нибудь выводать, поэтому сделали эту операцию открыто. Была выполнена расширенная гемоэкологитармия. При опухоле поперечной от лодочной кишки я больше предпочитаю эту операцию, чем транзвирзакитармию. Так, препарат единым блоком был удален в завершающую базовую операцию. Вот, и сейчас вы увидите окончательный вид. Ну, Т3-дисекция, хорошо видна поджелудочная железа головы, наступерстная кишка, артерии и вены питающие правый фланг и поперечной ободочной кишки. Следующий пациент, которого даже, наверное, Сергей Викторович не смогли сферилировать в хроническом. Безморально. Вот, ну, интересный пациент уже. Тут тоже как-то. Рядка, рядка, рядка. Большое время не остановиться. Этот пациент долгое время наблюдался у гастроэнтерологов, обратился он к ним за 4-5 месяцев до возвращения ко мне, желанный на то, что у него был приятный замк изо рта. Ну, безусловно, гастроскопия не показала никакой большой проблемы, ну, кроме, ну, классических таких заключений, хронических гастритеразвитых и так далее. Хронически больного было назначено лечение, он лечился в ДНО. Тем не менее, нарастали его жалобы. Он жаловался на слабость, терял его в весе, и в итоге к нам он пришел в начале 2016 года при росте метр семьдесят восемь сантиметров, он весил сорок девять килограмм. Ну, фиксичный пациент, и когда он пришел и сел передо мной вперед, начал разговаривать, ну, я думаю, просто неприятно говорить, неприятно находиться в комнате, потому что, правда, злободнейший за рта. Мы начали обследовать терто, пожалуйста, ну, на термотопизмской гастроскопии, и то, что вы увидели, тоже такой объявитель. Обратите, пожалуйста, внимание, вот это из пищевод, и в пищеводе уже заметно видно содержимое из толстой кишки. Причем у больного нет никакой непроходимости. Живот абсолютно был спавшийся. В общем, затем, вот, пожалуйста, эндоскописты, наши коллеги, уже входят в желудок, и в желудке также содержимое из толстой кишки. У больного был диагностирован свитч между печеночным изгибом толстой кишки и двенадцатой перстой кишкой. Эта пищева также была доказана и перед радиологическим исследованием. Сейчас я вам покажу. Вот вы видите, содержимое толстой кишки находится в желудке. Эндоскопическое исследование, радиологическое исследование, большая опуха противоперечной ободочной кишки с выраженным компонентом метастатическим вдоль брыжей кишки, который граничится. То есть, влияет непррыжечная пена. Тяжеляющий боль, да? Эндоскопический тяжелый боль, мы должны оперировать его. У нас была выполнена антибиотика. Достаточно долго готовили. Хотя, например, уже другие, они не намерили, получили антибиотики. В общем, так, мы подготовили, условно, его дефицит массы тела, чем компенсировать практически нельзя в этой ситуации. Так, уже интероперационные слайды, пожалуйста. Вот опухоль печеночного изгиба ободочной кишки. Выраженный метастатический компонент. Сейчас мы на нем немножечко подробно остановимся. На дне раны видна брыжейчная вена. Для дне брыжейчная вена специально отдельный кадр мы сделали. Да, вот вы видите, что к ней очень плотно прилежат метастатические узбы. Метастатические, отчасти воспаленные, в общем, этот фунгломерат очень близко к нему прилежит. А когда мы уже, ну, это выделенное, вверху выделено селезеночное вена, воротное вена, селегистальное отделы, вверху движения вены. Такие операции, ну, я делил первый раз. В принципе, я был в минигальском афоическом диспансере и за историю их существования было на момент 2014-го года, 2015-го года, когда там было 15 операций. Мы выполнили конкретную галлютинальную резекцию с резекцией мостинекологии, то есть тоже нечастная операция. Несмотря на сложный соматический статус, у нас пациента, после дела, перенес, хотя в постоперационном периоде у него была геммония. Это вы видите уже непосредственно послеоперационной боли, после резекции, надмерная верхняя брюшеничная вена, которая проходима. Кишка хорошего цвета, инстатична. Наложенный классический панкреатринтеронос, гипотекаринтеронос, выполнен реконструктивный этап. Интересно, что, как я уже отмечал, данные пациенты, если переносит лечение, они очень хорошо отвечают, они очень хорошо и быстро, когда, ну, немножечко близко к сурке к хирургии, очень быстро отвечают на наше хирургическое лечение и хорошо себя начинают чувствовать. В больном мы выписали на 19-й сумке, и через 5 недель мы начали одевантную химиотерапию. На этой химиотерапии, несмотря на все проблемы, которые были, он практически расцвел. Мы его оперировали в 16-м году, и в августе 2016-го года он прибавил 15 кг, чувствовал себя прекрасно, вышел на работу, несмотря на то, что ему проводилась химиотерапия. и он был до этого ослаблен. Мы выполнили КТ и МРТ Брюшевская область при контрольном исследовании местного рецидива и астрологики, на что-то выявлено не было. Но, к сожалению, у больного был выявлен рост. День АСТ-9 был 637 см. И при полном скопии на 4 см от ануса выявили еще одну. К сожалению, немножечко в этом плане нас купили наши энкологи, которые не увидели, просто не сделали малый таз. Может быть, раньше можно было это сюда увидеть. Словно, можно было. Таким образом диагноз поменялся. Мы потроем его устраиваем. Во-первых, мы, естественно, четочник в обухоле. Его пришлось физицировать. Ну, если честно, мы его просто пересекли. Будут его вскрывать. Когда при выделении просто мы раненые, его пересекли. Ну, мы выделили и в итоге его реимплантировали. Как правило, мы четочник истинного ростания бывает редко. Кроме этого, больной, но социально, очень нас попросил, чтобы он просто мог потерять работу. Это очень важно. Он тоже мог потерять работу. Он очень попросил, чтобы не было стопы. Однако уже выполнена расширенная правосторонняя гинекологитармия. В общем, нам удалось за счет того, что немножечко все-таки компрометирующая получилась операция. Но она изначально, безусловно, какой бы она ни была радикальной, она условно радикальной, для такой распространенности. Мы сделали ему переднюю резекцию. Вы видите, пересечены верхние, верхняя ретальная артерия. Сделали ему переднюю резекцию. Практически заканчивается операция. Парциальная мезоректоматомия. Удален препарат. И нам удалось сделать реконструкцию. У нас еще есть проблема в том, что некоторые больные у нас хорошо застрахованы, некоторые плохо. Некоторые больные не могут позволить себе перенести циркулярный аппарат, поэтому не могут. Я оставлюсь в газу руками. И реимплантация мочеточника в мочевой кузырь. Слава Богу, ну, безусловно, на катетере мы выписали, мы это продали где-то через месяц. Слава Богу, без осложнений прошло. Прошла вторая операция, и мы отправили в одного на консервативное. Ваши прощения, на консервативное. Илья, ты слышно? Мы тебя можем слушать, конечно, бесконечно, но когда ты стоишь, сидишь с нами за одним столом, уже регламент доклада выходит за рамки, у нас еще есть доклады сегодня. Рад был тебя слышать. И, знаешь, наверное, вышли... Ну, сейчас зададут вопросы, как бы, но у меня два таких момента. Один, ну, наверное... Илья, можно я очень-то покажу последнего больного? Просто я у организаторов попросил лишние минуты. Вот, окей, давай. Да, попросил организаторов лишние минуты. И, между прочим, меня в гневе два года назад тоже так постенько прервали. Так что остановиться не за столом вы не сможете меня остановить, а сегодня не более. Да, как не остановить бегущего бизона, так и не остановить поющего конзона. Я очень познакомлюсь. Вот еще один интересный больной. Тоже очень хочется вам его показать. У него модификация. У него патологии началась с певы в лево. При этом, ну, это тоже рак ободушных кишки. Вот вы видите картину, когда в лево-певральной полости ну, огромное количество содержимого. Когда больного зарегировали, получили оттуда книгусное содержимое, ну, естественно, фактически содержимое из толстых кишки. Он перенес сепсис. И, тем не менее, вот эта картина, которую вы сейчас видите радиологически, она была нашими некоторыми коллегами интерпретирована на хабссекс. В одном, в одном, немножко, в публике, после того, в общем, была снята интоксикация, и мы предложили хирургическое лечение. Тем не менее, мне хотелось бы, только этого класса, он на биопсии была задолжена изотелиома. То есть, вот такой вот, длительно он готовился к тому, чтобы хоть на какое-то специфическое нормальное лечение иметь надежду, что параллель пришел к нам с выраженной депрессией. Понятно почему. После него была выполнена еще одна операция. Опухоль была признана неоперабельной, но при этом эту опухоль немножечко решили тренировать. Поэтому слева вы видите коустома, а справа вы видите опухоль, которая практически проросла в переднюю тушную стенку и вышла на кожу. Это тоже опухоль местно распространенный рак кишки. Вот, пожалуйста, мы ее перед операцией готовим больного, ну или фактически кишечное содержимое через вот эту опухоль выступает, выступает наружу при проблении. Безусловно, за эти месяцы, пока больной наблюдался, опухоль выросла в размерах. Это опухоль левого фланга ободочной кишки. Мы ее генифицировали с врастанием в поджелудочную железу, с врастанием в желудок, с врастанием в диафрагму. И менее, как видите, немного оказалось расправлен. Немножечко операционных картинок. Ну, операция началась с того, что мы этот компонент удалили, который мы снаружи удалили и зашили кожу, чтобы это все окончательно не инфицировать в ружье. То есть, длительная операция, сложный, выраженнейший спаечный процесс после вмешательства. Кроме этого, безусловно, воспалительного процесса. Вот так вот мы пытались эту опухоль длительное время мобилизовать. Была выполнена резекция желудка, затем кристальная резекция под флудущей гвезы, под экзактным участником этапа. Больше всего спаек было с диафрагмой фактически со всех сторон так с ней мобилизовать. В итоге все это закончилось тем, что мы, конечно, это опухоль удалили. Тем не менее, конечно, радикальным лечением мало вероятно, что это можно назвать. Так, удаление непосредственно со мной было. Убольное до сих пор живет, и мне, с вашего позволения, буквально в двух словах хотелось бы сказать о том, ожидать от подобных вмешательств, и чему это при уголе. Итак, непосредственные результаты. Убольное с Милановой запрогрессировало очень быстро, и вы увидите результаты ПЭТ. Ну, это понятно, биология опухоль очень злая. У больного кузлы появились практически везде в душной полости, похожие на шеи, на голове. Вот. Тяжелая карта через два месяца. Убольная, естественно, распространенная раком капречной ободочной кишки, которая была второй в данной презентации, живет, и ей проводится терапия, пока что без прогрессирования. Убольное, естественно, распространенное прирастание в желудок и ночевой кузлы, также живет, все нормально, и причем прибавил в весе. Убольное с первичным множеством и злокачественными опухолями, с опухолем восходящим упредительной ободочной кишки и трекосимпайдного отдела, к сожалению, запрогрессировал после второй операции. Сейчас проходит гимнерапио. И, по-моему, естественно, распространенное раком толстой кишки с поражением кожи. Вот. Первый постоперационный слайд, немножко похожий на железнодорожную травму. В общем, тот прогрессировался, начал прогрессировать на пятый месяц после операции метастаза головной мозг. Его облучили, сейчас готовится гимнерапио. ждать хороших результатов у этих больных фактически невозможно. Это больные, у которых по NM, как и B стадии, которые являются третьей C стадии, и фактически даже не подразумевают то, чтобы у них был интактный лимфогенный аппарат. Таким образом, по данным разных авторов, пятилетняя выживаемость колеблется до 23%, под 4%, фактически, как при четвертой стадии. Так, что должен осознавать путь, который аппарат он должен понимать, что биология очень злая. Мы заветом выполняем условные операции, и если мы сможем профилактировать на каком-то этапе местный рецидив, то системное прогрессирование мы будем профилактировать как можем. Мы должны делать то, что можем, а в основном уже реально будь как будет. Но, тем не менее, оперировать условно нужно основными принципами. руководство со основными принципами. И последний слайд моей презентации это город Таисия, где я, к сожалению, не родился, но, тем не менее, все мои родственники отсюда, бабушка, дедушка, отец. Это очень старый город. Вот. И я вам упоминал о двух факторах, почему для меня сегодняшняя конференция очень важна. Это третий фактор, потому что перед тем, как я я узнал, что оказывается, Таисия и Харьков являются гражданами-побратимами, что на Харьков возлагает огромную ответственность, с моей точки зрения. так что вот. Так что, еще мне хотелось бы сказать, что Владислав Александрович Тьяковенко какие-то наши коллеги больше не приглашают. В общем, Владислав Александрович, вас приглашаю, лично я, это лучший из всех остальных коллег, поверьте. Так что, коллеги, большое спасибо за внимание. Спасибо огромное, я получил удовольствие от общения. Ну, конечно, не такое, как при твоей харизме это происходит вживую. Зато печень может остаться. У меня из вашей презентации, знаете, возникла мысль, что вот есть такое понятие «local scenario». Как бы, да? Да. Нарисовалось практически два новых скрининговых таких симптома. Это запах изо рта и похудение, при колоректарном раке, наверное, у Кавказиан РАС, должно выходить на самый дешевый метод к колоректарного. Спасибо. Только в нашей группе для нас похудение в нос, поэтому... Илья, быстрый вопрос, пожалуйста. 49 лет пациенту, два рака, MSI какой статус? Еще раз, 49 лет, два рака. Один из них злой, остатоксаненов. Второй рактосигмойт. Линч? Нет? Не линч? Ну, да, мы не имеем возможности сделать синхроническое исследование этого больного, хотя появилось недавно в 20 секунд лабораторе, но ввиду того, что у нас все это должен оплачивать непосредственно больной, он буквально, он не смог даже принести нам циркулярный аппарат на вторую резекцию, так что о высоких материях говорится в данной ситуации не приходится. Мне очень хочется его обследовать генетически, но, к сожалению, не получается. в странах, где можно многоциркулярку, в среднем у нас в Москве стоит 10 тысяч рублей микрострелитная стабильность, это не только. 10-15 тысяч рублей отдаете, микрострелитная стабильность это ключик для понимания будет ли у вас MLH, там 1, MLH 2, MSH, ну все линчообразные синдромы и так далее. Я немножко отрывисто слышу БАДМА, но буду кивать головой, как будто я соглашаю. Илья, Артем, большое спасибо за доклад, но вопросы как всегда к тебе масса, надеюсь, что мы их обсудим уже как-то более уголовно. У меня на самом деле есть небольшой комментарий, вопрос к БАДМЕ, касательно, вот он спрашивал тебя по определению микрострелитной нестабильности и сказал, что в таких случаях они всегда... Артем, если можно чуть-чуть подчеркнуть... БАДМА, БАДМА, БАДМА задал тебе вопрос по микрострелитной нестабильности и сказал, что в таких случаях всегда определяют этот статус. БАДМА, какие клинические решения за этим следуют? Ведь мы знаем, что в этой группе пациентов есть пациенты, которые хуже живут на химиотерапии с фторпиромигинами, чем без них. И вы будете приводить им Аксаремплотина или Ринатекан без фторпиромигина? То есть, что будет дальше? Ну, увидели, а какое дальше будет решение? Объем хирургического несчастья. Если можно детализировать. Ну, собственно, либо ИГХ, но ИГХ у нас почему-то мало делают, честно скажу. Хотя он стандарт входит в 2015-м годы. Американских гастроэнтерологов, все Деново-колоритальные раки, ну, наверное, банальность им говорю, да, в Америке является обязательным проверить на мутацию. Любовь Деново. Вообще, любовь. Любовь, да? Это НССН, а американская гастроэнтерологическая, мы заставляем их всех. Я специально сейчас в Экстер приезжал на конференцию, я с Марианом Бёрховым, с супругой, в пятицей жизни, поэтому мы дискутируем, недорого ли. Она говорит, нет, всех посылаем, но она делает ему гости химии. По поводу, хорошо, мы увидели микроэффект нестабильность, провели ее, мы тактику хирургическую поменяли. Я бы все-таки здесь натолк тотальный попротектомист с Джей Паучевым. А вот по поводу химии это уже отдельный разговор, согласен, прекрасный доклад главного онколога страны, очень много думаем, но хирургически мы знаем, что может опять выскочить что-то еще новое, неожиданное совершенно. У нас же для Джей Пауча тотальный попротектомия, которую я очень люблю, операция-то, кстати, несложная на самом деле, у нас не так много показаний FAP, NIAG и, собственно, клинч-образные все подобные состояния, ну и HNPCC как бы состояния. можно, можно я тоже скажу? Да, Илья, тебе можно, конечно. Спасибо. Ну, безусловно, Банда Николаевич, 25 раз образовывали меня в вопросах о патологии, я большой любитель вообще в этом плане. Вот. Но мне хочется сказать следующее. Наверное, все-таки у данного больного нужно в первую очередь было локальный сценарий сказал Сергей. Этот больной прогрессировал на химиотерапии. То есть, мы проводили ему химиотерапию или на химиотерапию у него выросла ловая опухоль. Поэтому, здесь, мне кажется, тотальная остаточная околокомия с джипаунчем, губанова, который перенес ПДР, у которого резисцирована и тонкая кишка. Мне кажется, это ненамного бы улучшило его онкологический прогноз, потому что он понятная держа чтобы лопыли в белом опухоле. Здесь стоял вопрос спасти его жизнь и сделать остаток его жизни комфортным для того, чтобы он мог перенести потенциальную дальнейшую какую-то терапию. И совсем без толстой кишки, перенеся до этого ПДР, мне кажется, он не перенес по мне, как кажется. Я больше думал об этом. Хотя, безусловно, если бы это был бы какой-то другой больной, о котором выполнила не такая большая операция, какая-то плотная нейритекция, которая является функционально достаточно сложной для пациентов в итоге. Мне кажется, что что бы мы здесь не делали, даже если бы мы провели все самые-самые современные хирургические, логационные логационные лечения, с моей очень стромной точки зрения, если больной прогрессирует на химиотерапии, то шанс вам тихо. По конкретному случаю с тобой, наверное, невозможно поспорить. По поводу комментариев Бадме, я хотел бы просто обратить внимание аудитории, что как часто на сегодняшний день хирург готов серьезно модифицировать свою технику в зависимости от результатов иммунных и химических исследований. Мы услышали о том, что на самом деле специально задал этот вопрос, это важный момент, о том, что при микросотерапической стабильности будет предложена коллектомия с Жей-паучем. Те же самые вопросы касаются резекции печени. Готовы ли мы отказывать пациентам, у которых есть прав мутация? Это очень серьезный вопрос, я думаю, что сейчас об этом надо говорить все чаще и чаще. Спасибо, Илья, спасибо Бадме. Субтитры сделал DimaTorzok Великое 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 Продолжение следует...